Привет зрителям! Добро пожаловать в тесты автомобилей от первого лица. И сегодня с нами новинка из мира Mitsubishi. Вот это вот футуристичные красавицы Mitsubishi Pajero Sport. Но при тем, как мы рассмотрим его слабые и сильные стороны, предлагаю поговорить на тему автострахования. А именно, о продуктах Casco. В наше непростое кризисное время многие отказываются от страховки. Но не стоит этого делать, потому что в итоге можно остаться и вовсе без железного друга. Если грамотно и четко подойти к вопросу выбора страховки, цена на нее может приятно удивить. Например, InTouch не только снизил цены на Casco, но и предлагает вернуть до 20% стоимости Casco за аккуратное вождение. Для этого в автомобиль устанавливается телематический блок, который отслеживает стиль вождения, превышение, резкие ускорения и торможения, частота поездок. Все это фиксируется в приложении «Умное страхование». Прямо на смартфоне можно смотреть все свои достижения, плюсы и минусы, отражающиеся в баллах. Ну а цены на страховку для вашего автомобиля легко узнать на сайте InTouch с помощью удобного калькулятора. Ссылки на продукт под видео. Конечно, про дизайн очень сложно говорить, потому что кому-то нравится одно, кому-то другое. Но в случае с Pajero Sport уверен, все удалось на все 100%, потому что футуристичность гарантирована. Посмотрите, вот эти вот интересные вставочки, как будто рубленные, граненые. Здорово получилось. И сколько лада бы ни пыжилось, X-Face Mitsubishi удался. Это факт. И первым статутом не имеет значения. Главное – реализация. Ну, посмотрите, как здорово. Посмотрите, как сделано. Ну, прям, хочется сказать, прям по-русски. Да, прям отлично. Вот так. Но, когда идешь дальше, понимаешь, что сзади как-то не заладилось. Видимо, кончилось вещество позитивное и началась какая-то депрессия, потому что сзади, ну, сгрустнулось. Сгрустнулось дизайнеру. Действительно, классные решения продолжаются. У нас тут все диодные вставочки. Внутри какие-то там тоже все вот сложное, да. Потому что сложное – это классное. Когда сложные фигуры видишь, понимаешь, что действительно не зря все это, не зря человечество разработало много-много решений, да, технологических, чтобы было краше, круче и вообще потрясающе. Ну, смотришь и сзади лучше бы, наверное, такого не было. Или перевернули наоборот оптику. Ну, ладно, не будем мы про это. Это вкусовщина все-таки, как я уже говорил, дизайн – дело тонкое. Спереди автомобиль великолепен. Смотрим, что сзади. А сзади у нас мы видим никакой премиальности совершенно нет. Почему? Ну, потому что даже вот в этой топовой ультимейт-версии, кстати, жалко не написано, что ультимейт, нет сервопривода багажника. Вопрос? Ну, кто-то скажет, опять же, да. Ну вот, у нас Pajaro Sport сейчас он стоит 50 рублей 3 миллиона в этой версии. И это дорого. Ну, если вы возьмете деньги и перейдете на старый курс, то поймете, что в целом даже дешевле автомобиль стал. Такова новая реальность. Так что будем автомобиль смотреть как доступный. Хотя, конечно, сами понимаете, не так это просто. Внутри очень много места. Прежде всего, что можно сказать. Посмотрите. Объем багажника великолепен. Связан-то с тем, что опционально возможен еще один ряд. У нас, правда, такой версии нет. У нас всего их вообще две. InStyle и Ultimate. И отличаются они опциями. В остальном двигатель только один. О нем мы чуть позже поговорим. Что касается доступности всего в багажнике, то есть и зарядочка, есть и подстаканники. Как раз эти эрудименты от третьего ряда. Из того, что его нет, безусловно, объем, ну, смотрите, можно загрузить очень много. В литрах не скажу, сколько это совершенно не важно. Потому что непонятно, да. Может быть, 200 литров, но они могут быть сделаны стеночкой. Да, может быть, 500, но они могут быть продолговатые. Здесь отличный объем, огромный багажник. Но за ужин почему-то проем. Почему? Не знаю. Вот зачем нужны вот эти вот части? Почему они появились? Не могу сказать. В итоге у вас здесь явно при общей ширине достаточно серьезной. Большая груза, какой-то телевизор может не влезть. Не знаю, вот почему-то начинаю рассматривать автомобиль, да. И вижу вот такие вот решения. Не то, что хотел бы придираться, но получается как-то. Ладно. Закрываем. Посмотрим, что нам предложили. Кстати, запасочка у нас под... Здесь вот она расположена. И видим, да, видим заодно, что технологически у нас крутой мост сзади. Можно бабахать. Здесь рама, вот ее часть видна. И пружины. Это отличает автомобиль от L200. Причем есть у нас здесь вот такие вот, с одной стороны, проушины, с другой стороны, крюк. То есть, в принципе, у нас очень серьезная подготовка снизу. Можно дубасить, хотя автомобиль вот такой красив, футуристичен, но по-прежнему внедорожный. К этому мы вернемся. Все-таки рассматривать нужно постепенно. И переходим назад. Что у нас сзади? Сзади вот такая вот возможность. Это видите, да? Сразу откидывается все. Как раз для доступа назад сделано. Но в данном случае это всего лишь расширяет объем багажника. Удобно? Ну, в целом, да. В целом, удобно. И позволяет, кстати, регулировать можно спинку. Ну, это японцы все любят делать. Регировка спинки – это их канюк. Есть вот очень интересные подстаканники. Честно сказать, пользоваться ими, если ты сидишь, не очень удобно. Давайте присядем. И, ну, как-то вот рука лежит. Так что, в принципе, все это рудименты для того, чтобы было, а не для того, чтобы это было здорово. Сел я сам за собой. И тут, да, первый вопрос связан с тем, что почему-то автомобили сзади не очень просторно. И нам давит здесь вот крыша. Ты бьешься головой вот эту часть, потому что проем низковат. И вперед тоже. У нас даже не по коленям тут нет запаса. Нет запаса вот тут вот, по голеням. Даже если сидение поднять, то тогда водителю будет неудобно сидеть. То есть тут проблемы связаны именно как раз с компоновкой. Думаю, это вот как раз основа вот пикапа L200 дает о себе знать. Мы про него будем еще говорить. Тем не менее, здесь, конечно, хотелось бы... О, детский замок сработал. Не выдавить. Ладно, кстати, вы смотрите, тут сзади ничего нет из каких-то комфортных частей. Даже воздуховодов не предусмотрено для пассажиров. Но есть подогрев дивана, вот он, кстати. Единственная радость, единственное счастье, ну, с подстаканником тоже. Так что, в целом, автомобиль, конечно, хотелось бы, чтобы был попросторнее. Ну, по крайней мере, вот эта высота пола, смотрите, даже не пролезает сюда ладонь. Получается как-то зажато сзади. И проем вот здесь тоже занижен. Честно сказать, не знаю. Для высоких, наверное, я метр девяносто, все-таки регулярно сталкиваюсь с проблемами. Но здесь, ну, совсем как-то все зажато. Тем более, мы сейчас будем вспоминать про конкурентов. Это Prada. Все говорят, о, это убийца Prada. Ну, как-то получилось не совсем, пока мы это видим. И тот же Havail. Там тоже попросторнее. Хотя многие скажут, о, да про китайцы, говорит. Ну, и вернемся, кстати, к конструкции. Мы видим части рамы. Там от стабилизатора стойка. И у нас здесь все круто. Здесь дисковые тормоза по кругу. Вообще, железный автомобиль сделан по канонам, по внедорожным. Это классно. Очень рад, что, кстати, сзади диски появились. В отличие от барабанов на L200. И теперь мы заглянем не в салон. Сюда мы пойдем чуть попозже. А, конечно, заглянем в моторный отсек. Потому что сзади боксин. Все-таки автомобиль всегда он для водителя, чтобы можно было получать кайф от движения. Это я считаю. Если мы, конечно, про лимузин не говорим. Там совсем другая тема. Все остальные исключительно для водителя. Чтобы давить педаль. Чтобы кайфовать. Чтобы получать удовольствие. И что у нас для удовольствия здесь? Мы видим, шелестит вот такая вот шестерка. Достаточно забавным кожухом. Честно сказать, размеры его удивляют. И, ну, как бы это сказать. Может, тот подумает, что сэкономили. Лучше, может, вообще не делали. Написали бы на блоке, выбили. Но, ладно. Это, конечно, придирка. Тем не менее, несколько смешно и смущает. Что у нас трехлитровая шестерка. С таким вот небольшим. С такой нашлепочкой декоративной. В остальном это 209 сил. Раньше было 177 на Паджеро основном. Да, вообразная шестерка. 177 сил. Сейчас 209. Это получше, это повеселее. Но машина весит больше двух тонн. И, конечно, такой задел. Такая, как бы, мощность. Это не верх скорости. Тем более, дизели не предусмотрены. Это главная печаль. Все-таки Паджеро Спорт, он теперь комбинирует. Отдувается за двоих. Как за Паджеро. Который, похоже, у нас не будет продолжения. Теперь вот Паджеро Спорт. Это основа линейки внедорожников от Митсубиси. И, действительно, да, это внедорожник. Как я говорил, рама. У нас тут спереди, правда, не мост. Спереди у нас обычная подвесочка. И все, кстати, здесь сделано надежно. Все четко. Смотрите, мощнейшие у нас крюки. Защита. Кто-то уже, как говорится, и долбанулся. Но выдержало. Молодец. И в этом плане дизель, конечно, очень хорошо бы смотрелся. Тем более, он есть. Есть мотор от L200 от того же. 180 сил. Классная четверка. Хорошо тянущая. Почему здесь ее не поставили? Не знаю. Не знаю. И, честно сказать, все-таки на большом, таком статном автомобиле, тем более футуристичном, либо, ну, уже мотор безумный, да, чтобы на дороге сеять вот этого, да, суперскорость, супермощь, летать как шалелый. Либо действительно тяговитый дизель. А здесь получилось как-то скромно. Тем более, на том же Pajero в основном есть и 4-х литровая, 250-сильная шестерка. Почему-то ее тоже не стали ставить. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Посмотрим, опять же, про возможности двигателя уже в пути. Про то, что здесь за трансмиссия. Сейчас все это вам подробно расскажу. Прыгаю. Здесь у нас уже готово GoPro, чтобы передавать показания с панели приборов. Смотрите на это и посмотрим, что у нас здесь да как. Спереди, кстати, намного лучше, чем сзади, но общая теснота остается. Здесь вот зажата вот этой вот частью. Мы не можем расслабиться. А здесь вот это вот. И вот это вот, вот это вот. Понимаете, да, это часть спортивного кокпита, очевидно, спортивного стиля. Мы это видели по многим автомобилям. То есть создается эффект суперспорта. Сел такой, о, все, сейчас я сделаю. Но тут одна есть деталь. И даже нюанс. Стоит он в том, что ниже ты не сядешь. Это максимально низкая посадка. И то ноги там сзади уже вообще невозможно расположить. Ступни не пролазят. И в итоге у тебя постоянный контакт вот здесь вот у водителя. Вот постоянно бьешься об эту часть. Тут можно вот просто кричать, как сделали такой эргономический просчет. А это просчет, я прям четко говорю, могу тысячу раз сказать, если ко мне будут обращаться представители компании, я скажу, что это негодно. Это на самом деле первый автомобиль, где настолько неудобно вот из-за какой-то детали. Ты даже смириться с ней просто не можешь вообще. Ты постоянно лупишься вот так коленкой. И лупишься ты, лупится пассажир. Причем я пробовал менять позицию. Я пробовал подняться выше. Максимально выше. То есть и все равно на всем протяжении она расширяется. То есть как бы ты ни сидел, какого бы ты маленький ни был, ты постоянно с ней контактируешь. Это на самом деле просто ужас. Попробуйте сходить на тест-драйв. Может быть я придираюсь, но несколько человек, которые садились, они все бьются сюда. И появляется тут синяк. Ну, даже вот после всего вот этого уже можно ничего не говорить. Хотя хочется, потому что очень много приятных черт я нашел. Но вот это, оно просто, ну, будем говорить прямо, это, ну, я не знаю, что менеджер, кстати. Надо съездить на тест-драйв. Вот я что сделал. Я съезжу на тест-драйв к менеджеру и поговорив с ним вот про эту тему. Вот что он скажет. Вот мы так сделаем. Все, эту тему оставили в покое, бог с ней. Поехали. Что у нас здесь? Недавно на трассовой скорости я сказал, что это старая система. Ну, как старая? Условно старая. Мы видели уже ее год назад на Mitsubishi Pajero обновленном 4 четвертого поколения. Сейчас поставили ее сюда. В принципе, ничего не такого, скажем так, действительно устаревшего нет. Старая на смысле того, что знакома нам. Не более того. У нас здесь есть Android Auto. К сожалению, это сам по себе не Android. Это, в общем-то, интегрированный с углом системы. Но она работает без навигации и берет из телефона, который приходится подключать через, соответствующий USB-разъем. Подключается телефон и вводится, соответственно, давайте попробуем. Я тут качал-качал это приложение. Выводится навигация сюда. Сейчас мы это подключим. Один, кстати, из разъемов. Вот здесь вот, раз уж мы сюда завезли. Один здесь для зарядки. Один здесь для того, чтобы подключать мультимедиа. Тут есть и зарядка. То есть, в целом, передняя часть отдувается за заднюю. Много здесь чего. Даже HDMI здесь его видно. Он тоже тут есть. А здесь приятный ворс. Правда, вот эта вот часть, она, к сожалению, ерзает. Вот так вот. И жесткая. То есть, вот, некоторые решения, конечно, все-таки удивляют. Давайте посмотрим у нас, что у нас тут. Случилось ли у нас тут что-то. Давайте посмотрим. Так. Ницебиси. Вот Android Auto. Подключено к автомобилю. Могу по-насуспешно. И вот, пожалуйста, запускается Android Auto. То есть, в принципе, она сделана для того, чтобы не ставить производителем штатную навигацию, а разрабатывать. Разрешить. Разрешаем. Чтобы сам телефон владельца мог работать с навигацией сам по себе. Совместимость Android, автомобиля. То есть, в принципе, удобно. Сам себе, например, маршрут проложил, где он с навигацией. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. Запускается Android Auto. Пожалуйста. Вот он. Давайте попробуем, как у нас все получится. Почти зону USB. Вот Android Auto появилась отдельная тема. Она у нас здесь тоже есть. Принять. Направляйтесь на юго-запад. Ой, боже мой, как громко. И вот, пожалуйста, в принципе, телефон мы убираем сюда. Он заряжается. И дальше мы уже работаем с этой системой. Делаем, соответственно, навигацию. Но в целом, честно сказать, лучше бы сделать отдельный Android, чтобы не подключать этот телефон. Потому что, если ты его подключаешь, тут есть один момент, связанный с тем, что нужно использовать только проводное подключение. Иначе у нас вот с мотором не подключен. Честно сказать, несколько это не очень удобно. Лучше поставили Android отдельный с выводом модема и sim-карты для автомобиля. Вот как делают те же Toyota. Мне там больше нравится решение на своем Android, нежели это вот, скажем так, прямо огрызок. Огрызок Android. В основном, это в целом мультимедиа-система, которая, на мой взгляд, хорошо работает. Есть тут FM-тюнер, соответственно. Все понятно, видно, на мой взгляд, она достаточно современная и работает. Главное, чтобы все-таки экран хотелось бы все-таки побольше. Ну, так вот получилось. Кстати, фурнитура знакома по автомобилям Mitsubishi. Тут все понятно. На нас, счастье, есть двузонный климат. И придираться к климатической установке я не буду. Кнопки железные. В отличие от мультимедиа, здесь вот приходится действовать через виртуальные кнопки. Ну, есть, на благо, на руле они. Тоже можно их менять, соответственно. И голосовой тут есть выбор. Причем, голос завязан именно на мультимедиа, на эту, а не на телефон, если ты Android подключаешь. То есть, вот такие вот есть моменты, несколько странные, потому что и рассинхронные. Причем, мультимедиа сама, она никак не связана с автомобилем. То есть, у нас нет возможности вывести что-то на экран, а все перебирается вот здесь вот. Все возможности, пожалуйста. Ну, расход сейчас не смотрите. Автомобиль на холостом ходу работал долго. Так что, ничего страшного не было. Так, расход будет где-то 17, если вдавливать. Даже, может, побольше. Можно 20-ку ходить. Если ехать очень аккуратно, будет 15 примерно. Об этом мы сейчас движение еще поговорим. Что касается рулевого колеса, то здесь у нас все достаточно интересно. Рулевое колесо не маленькое, не большое. И, на самом деле, удобное. Хотя, и четырехспицевое, все-таки спорт хотелось бы. Три спицы. Ну, ладно, это, на самом деле, придирка. А вот реальная, скажем так, особенность, это вот эти вот порлевые переключатели передач. Коробка честная, честно держит передачу. Даже если ты в Д включаешь один из лепестков, все. С кикдаун даже не слезет машина, будет ехать на скорости. И тут мы поворачиваем руль. А вот как, например, в повороте переключать передачу, я не знаю. Конечно, кто-то скажет, что, оу, я супер драйвер, я знаю, что нужно переключать передачу перед поворотом. Но не всегда это бывает. Надо поворот затяжной, нужно сменить передачу. Но как это сделать, приходится включать. В общем, главное, что они красивые и не пластмассовые, а из металла. Это здорово, это создает ощущение премиальности. В остальном у нас круиз-контроль обычный. И из каких-то суперфишек есть система помещения о том, что близость к дистанции критичная. Есть у нас в этой версии эту мертвую зону. В целом, на мой взгляд, есть все, что нужно для современного автомобиля, за исключением адаптивного круиз-контроля. Обычно есть, адаптивки не предусмотрены, а, наверное, жаль. В остальном, очень у нас удобные сидения. Это не отнять. Они причем комфортные. Есть подобие такого вот активного, достаточно, но мягкого, боковой поддержки. Ну, претензий к сидению вообще никаких. Все очень хорошо, очень здорово. Главный вопрос, да, опять сюда возвращаемся. Но об этом я обещал не говорить. Ну, наверное, можно ехать. Но перед поездкой, что мы сделаем? Мы, во-первых, заглянем в бардачок. Он, кстати, пытается заедать. Но, слава богу, я его открываю. Пожалуйста. Здесь у нас есть супер-селект. Это супер. Действительно супер. Система, позволяющая управлять трансмиссией. Шайба 4. Можно на колеса задействовать полный привод. То бишь, 2, это экономичнее, примерно на пол-литра экономичнее будет, нежели в полноприводном. Но у нас здесь явно сейчас придется воспользоваться полным приводом. Слава богу, это не жесткий привод. Он подключается следующим значением, с понижающим рядом. А сейчас у нас будет адаптивная система полного привода. Это очень хорошо. Из приятных элементов остается у нас вот такая вот кнопочка. Это блокировка дифференциала. И это позволяет нам действительно еще больше проходимости получить. Ничего удивительного в принципе нет. По Mitsubishi это все знакомо. А вот прогрев, кстати, очень странно сделан. При него тоже можно сказать. Кнопки какие-то вот они не совсем интеллектуальные, железные. И как будто отсылают нас к тому предыдущему Pajero Sport. Просто их сюда поставили. Ну, решили так сделать. Что нравится, то что все вот эти опции современные, они, кстати, отключаются. Вот, например, система того, что у нас есть помехи в мертвых зонах, она отключается кнопкой железной. Есть подогрев руля. Греть он, кстати, вот здесь вот. Мы его пока включим. И, как я уже сказал, по опциям тут все в порядке. Можно, на самом деле, начинать движение. Потому что это самое интересное, самое позитивное. Режим D. Главное у нас здесь восьмиступенчатый автомат. Есть, конечно, система стабилизации. Все здесь в ажуре с электроникой. И если мы педали в полнозаднем приводе, видите, она срабатывает. Можно полностью, кстати, выключить. Давайте попробуем, получится ли это. Или это трекшн-контроль. Сейчас как раз узнаем. И вот с выключенной стабилизацией можно... Давайте попробуем красиво. Брифтануть. Не, она полностью не отключается. Стабилизация, кстати, мы это видим. Но угла-угла давать может небольшого, незначительного. Вы, кстати, уже видите, что очень большой угол поворота руля. То есть очень большие углы нужно укрутить, чтобы он давал знать автомобиль, что нужно поворачивать. И это, на самом деле, свойство внедорожника полноценного. Паджер остался железно тем самым внедорожником. Здесь все хорошо. У нас рама, как я говорил. У нас очень серьезно настроена подвеска, позволяющая активно дубасить. Но при этом, кстати, есть некое комфортное начало. И это, конечно, приятно. Вот у нас сейчас подрабатывает система стабилизации. Включаем полный привод. И здесь будет уже намного лучше. Все равно, кстати, видите, как скользко. У нас срабатывает трекшн даже в режиме полного привода. Чем хороша эта трансмиссия? Да, можно прямо в процессе выбирать необходимый тебе режим работы привода. Это хорошо. Вообще, Mitsubishi все здорово с полным приводом. И это мне очень нравится. То есть железные автомобили, конечно, хороши. Безусловно, хороши. Никаких споров нет. Еще бы они так хорошо прорабатывали систему в плане эргономики. Но это, наверное, уже тема рестайла или какого-то отдельного разговора. Поехали вперед. Сейчас проедем. Здесь уже все очищено. Можно включить задний привод и поэкономить топливо. В наше время это очень нужно. Это очень важно. Экономия топлива, она, конечно, положительное свойство. Я считаю, имеет. Тем более бензиновый двигатель здесь. И он реально, да. То есть вот эти 15-17 литров, их получить можно при дозначе спокойной езде. Есть интенсивно придавливать. За двадцатку отлетаем легко. И будем много-много употреблять топливо. Тут, конечно, уж непонятно. То ли шестерка хорошо, то ли надо идти, к примеру, китайских товарищей. Ставить сюда бензиновую четверку с турбиной. И в целом, да, по динамике будет примерно то же самое. Хотя, в принципе, я замерил. Получилось у меня 11,7 секунды. Ну, время 11 секунд, а по паспорту 11,7 должно быть. В целом, динамика, ну, для немаленького автомобиля нормальная. Нормальная для внедорожника полноценного. То есть позволяет, в принципе, уверенно двигаться, но не более того. Давай сейчас попробуем. Как раз сейчас ускоримся. Выезжаем. И поехали. Автомат 8-ступенчатый. Очень положительно к нему отношусь. Здорово он настроен. То есть быстро работает, мягко, при этом плавно. Переключает передачи. Естественно, если, например, нужно быстро ускориться, да, то есть некоторая задержка будет при скидывании передачи. Это, естественно, не нужно думать, что это не так. Все нормально. Автомат работает здорово. Мне понравилось. Обороты небольшие. Позволяет, если аккуратно ехать, как раз экономить топливо. Ну, сейчас мы попробуем ускориться. Сейчас мы, наверное, попробуем почувствовать фишку этого мотора. Не зря есть название спорт. То есть не только этот кокпит, но и двигатель. Да, двигатель. Смотрите, педаль в пол. Сейчас он уходит. И сейчас мы услышим что-то. Смотрите. И вот этот звук, да, стервенелый. То есть переключается фаза. И очень круто. Очень такой. Тому прям вот хочется давить и педалировать. Но, кроме того, что тон звука изменился, ускорение возросло лишь чуть. Этот бы двигатель на какой-нибудь спортседан. Ух! Да даже можно двугверное купе его ставить. И, несмотря на то, что отдача невелика, по вот этим ощущениям от ускорения, именно звуковым ощущениям, ты прям чувствуешь себя, ну, если не пилотом Формулы-1 или какой-нибудь гоночной машиной. Но самолюбие, конечно, ласкает, слух ласкает. Приятно. Приятно ехать на машине, которая хорошо звучит. И от внедорожника ожидать такого классного звучания, конечно, неожиданно. Сейчас мы, кстати, воспользовались тормозами. И посмотрели зеркала. Супер зеркала, великолепные. Кстати, с обзорностью все хорошо у автомобиля. Стоечки не распухшие, в отличие от задних стоек. Почему-то они сзади вообще, ну, посмотрите. Сзади стойки, конечно, очень странное решение. Может, она стилистическая. Не знаю, ну, вот спереди все отлично, да. То есть у нас как-то странно, да. Задняя часть автомобиля как будто сделана то ли другими людьми, то ли в каком-то состоянии другом. Потому что спереди все великолепно. Ну, за исключением вот этого. Видимо, задние ребята пришли и поменяли что-то. То есть все здорово видно. Огромные лопухи. Система помощи, информирования препятствий в мертвых зонах. То есть все как-то здорово сделано. А сзади как-то не очень. Вот такая вот странная тема. Я вот еду и недоумеваю регулярно. Есть, конечно, у нас тут датчик дождя. Все у нас по-современному. То есть придираться к функции тут бессмысленно. Все нормально. Поехали. Здорово звучит. Здорово. О, смотрите, как. Вообще, да, классное звучание. Прекрасно. Крутится весело. То есть мотор достоин настоящего купе, а совсем даже не грузного внедорожника. И, конечно, тут все-таки дизель был бы более уместен. Хотя звук радует. Звук, конечно, радует. Это не отнять. Да вообще, повадки, кстати, очень хорошо адаптированы к движению на асфальте у Pajero Sport. То есть помимо звука, в целом автомобиль очень хорошо идет по прямой. В повороте вопросов тоже к нему нет. Сейчас мы заедем в поворот. То есть мы легко лавируем в потоке, легко перестраиваемся, легко убираем позицию на дороге. Ниаких вопросов к тому, что как-то ты чувствуешь себя на внедорожнике здесь нет. Скорее, наверное, ближе ты к кроссоверу именно по удобству, комфорту управления на асфальте. И усилия на руле есть определенные. То есть он не пуст, беспредельно. То есть здесь можно понять, что происходит с колесами. Конечно, условно, да, это не какая-то там, опять же, гоночная серия. Но для внедорожника, для рамного, на мой взгляд, классно. Единственное, что можно было, конечно, пожелать речку покороче, ну, для управления покороче. Потому что, ну, длинновато. Длинновато для города несколько. Да и вот есть один нюанс, который тоже может подпортить ощущение от вождения. Передаются неровности на руль, к сожалению. Да, отдает в руль. И это, конечно, не самые приятные эмоции. То есть вроде как бы разогнались, послушали приятный звук, заваливаемся в поворот. Вроде здорово держит машина. Несмотря на то, что сзади мост, казалось бы, да, он должен там подыгрывать как-то неподрессоренными массами. Еще что-то колыхать. Кузов нет, не колыхает. Тут нет в помине этой американистости, которая, например, свойственна тому же Искалейду. Давайте пропустим человека. Включим аварийку. Чтобы на сзади никто не приехал. То есть, казалось бы, все классно сделали. И тут ты получаешь в руль от неровности. И на бездорожье тоже получаешь. Не особо это классно. Да, я понимаю это свойство многих автомобилей. Даже те же пикапы, тот же L200 и обладает этим свойством. Но отдает в руль. Это, опять же, кто-то скажет, что там какой-то демпфера нет. Я же скажу, что просто такое свойство. Так вот настроено, что есть небольшая отдача в руль. Я думаю, с ней можно смириться. Просто значит, она есть и... Ну, к сожалению, она есть. Вот и все. Она, кстати, есть на том же Хавале. Хотя кто-то опять скажет, ну, опять-то про китайцев стал говорить. Да нет, ну, они же, ребята, выступают уже на рынке. Давайте про них тоже будем говорить. Вот. В Prado, кстати, такой темы нет. А Prado дороже Pajero Sport во всех комплектациях. Где-то вот в аналогичных. На 200-300 тысяч. Но при этом здесь вот они... Пути их расходятся на отметке там 3-3-300. И дальше уже, конечно, Prado предлагает больше и сзади климата. И в целом отделка внутри. Хотя здесь, мне кажется, качественный пластик достаточно. Придираться к пластику дело негоже. На мой взгляд, все с пластиком нормально. И по той цене содержит 50 тысяч долларов. Мне кажется, это совершенно нормальное пластиковое решение. Никаких тут нареканий по изготовлению салона нет вообще. То есть ничего не гремит, не стучит. Есть ручечки, с которыми можно держаться. Ну, сам Бог велел получать самое удовольствие от изготовления материалов. То есть придираться по пусту мы не будем. Все в порядке. Все достойно сделано. Тормозы, кстати, очень хороши. Хотя, на самом деле, я опять же тут могу поговорить про свободный ход. Может быть, пора уже поменять передние колодки. Хотя многие, опять же, скажут, что да ладно, износ колодок не влияет на ход педали. На самом деле, влияет. Кто бы что ни говорил, но влияет. И спереди у нас есть небольшая вот здесь вот зона. Не знаю, видно. Надеюсь, что видно. То есть вот здесь ничего не происходит. То есть мы придавливаем педаль, и никакого замедления не происходит. А вот дальше уже активное замедление. Слава Богу, нарастает оно не мгновенно, а плавно. Его можно регулировать. То есть если вот такое свойство с нескольким свободным ходом есть на отечественных автомобилях. Например, вот той же пресловутой Гранты. Которые многие скажут, что там все здорово. Ничего там не здорово, там все плохо. То здесь лишь надо учитывать, что есть небольшой свободный ход. Дальше тормоза отлично прогнозируются. И кажется, что это на легковом автомобиле опять же. Опять отсылка, да. То есть вот сочетание многих элементов Pajero Sport заставляет задуматься и сложно подбирать слова. Вроде да, у нас классный двигатель. Он звучит великолепно, да. Тянет на все свои силы. И в целом, если бы машина была полегче, он бы, конечно, быстрее ее разгонял. Казалось бы, у нас все классно. Настройка шасси у нас. Интересные тормоза. Можно разгоняться и чувствовать, что остановишься. Не будет болтать по полосе, еще что-то. Машина хорошо идет по прямой. Не знаю, что здесь зимние шины. То есть я ехал без напряда. Но тут же мы получаем... Ну, про это опять не говорю. Хотя, получается, что говорю, да. Вроде бы, да, все здорово. И тут ты получаешь некоторые удары в руль. Тут ты получаешь длинную рейку, которую нужно долго-долго-долго, да, крутить. Ну, это, да, это внедорожная тема, согласитесь. То есть если ты в бездорожье, такое длинное передачное отношение у руля, это хорошо. Так как ты сможешь лучше контролировать все эти неровности и выбирать ту траекторию, которая тебе нужна, без какой-то резкости. И случайно шевельешь руль, и если бы было очень резкое передачное отношение, очень быстрое, да, то просто ты уехал куда-нибудь в канаву, еще что-то. А здесь всегда есть шанс подправить, более корректно отработать рулем. При этом у нас тут есть множество разных-разных современных опций, мультимедиа с Android Play. Ну, все, в общем, работает как надо и позволяет порадоваться нам. Тем не менее, да, вот эти вот части, которые связаны с некоторыми решениями, они удивляют. Честно сказать, ты думаешь, посмотришь на тот же Havail, там проблем-то нет с эргономикой вот здесь. Ну и как вот, как вот в Mitsubishi вот это вот проморгали. Я не могу, правда, не говорить, я буду, правда, говорить, бог с ним. Ну, как можно было это проморгать? Вот, знаете, вот на бездорожье едете, и вас вот так вот лупят коленку постоянно. Невозможно это убрать. Я вот так вот езжу, да, устал подкладывать в итоге руку или как-то выгибать ногу, чтобы не контактировать. В основном, да, если вот этой части не было, я бы сказал, о, ну все отлично, можно, в принципе, смириться с некоторыми дорожными частями, дорожными элементами. Потому что автомобиль по асфальту, по бездорожью едет отлично. Сам по себе, да, для внедорожника, мне кажется, что можно простить некоторые элементы, связанные с длинным рулем или отдачей какой-то части с асфальта. Это мы принимаем и понимаем, что автомобиль способен на то, что другие, скажем так, из сегмента больших внедорожников или кроссоверов не способны делать. Давайте ускоримся еще раз. Ва-хау! Вот это да, селился, как яростно, как классно, а? Ну давай, ну хоть вот это приятно. Вот это, конечно, приятно, безусловно, это здорово, это, конечно, божественно. Ну, честно сказать, пожары мне вроде нравятся, да, вот в этих частях, а в некоторых, на самом деле, почему-то расстраивает и даже не знаю. Подвеска же чума, да, то есть классно сделали. Причем энергоемкости оставили прежние, но смягчили, чтобы не было, да, вот постоянного повторения рельефа. То есть ты едешь, смело можешь приезжать, неровности там, чувствуешь, что ты на внедорожнике, да, уверенность испытываешь. Причем, в принципе, можно было даже ее поджать, еще сильнее сделать, тогда бы, ну, например, на какой-нибудь грейдере, если попадаешься на волну, чтобы не было продольной раскачки, еще сильнее ее поджать и не думаю, что ухудшилось показатели. В целом, то есть мне очень понравился железный автомобиль. Железно все классно, да, двигатель радостно тянет, да, классно звучит. Автомат работает безупречно, да, у нас шумоизоляция в целом хорошая для шипованной резины, и кто говорит, что Миссу Бистья плохая, шумоизоляция, ну, неправы люди. Но тут ты получаешь вот эти вот какие-то, да, моменты, да, вот нет тут даже подсветки у, соответственно, зеркала, да, вот этого маникюрного. Да, вот странно, согласитесь, странно и удивляет. Удивляет, конечно. Хочется, да, найти побольше хорошего, но как-то вот закончить, давайте закончить на положительной ноте, и автомобиль, ну, по-своему хорош, но я бы все-таки его доработал. Я бы вот работал не железно, а именно вот для комфорта пассажиров, да, для комфорта водителя. Я готов лично еще раз нести ответственность за то, что я сейчас говорю про вот эту вот часть переднюю, и, ну, вот ее изменить, и все будет, в принципе, в ажуре, потому что у нас приборка четкая, да, все понятно. Хотя, опять же, рисок очень много, это, видимо, на Субару насмотрелись, там тоже субаристы любили, из компании любили делать много-много рисок, чтобы, видимо, я не знаю, зачем каждые два километра делать риску, тем более нет возможности вывести на дисплей показатели большой скорости, да, то есть основной. Ну, нет тут настройки такой. В итоге, ну, не совсем четко ты определяешь, какая сейчас скорость. Вот так вот. Ну, вот такие вот моменты, вот такие вот дела. Тем более, кстати, есть для России возможность умывания фар, кстати, дорогого стоит. Ну, вот. Как-то опять, да, то есть у меня все скатилось, вроде хотел хорошо поговорить, опять что-то сказал немножко не такое, ну, вот, сложно, да, сложный автомобиль, сложно про него рассказывать. Потому что сочетаются великолепные решения и, откровенно говоря, неудачные. Будем честно говорить, то есть здесь, ну, имею право и хочу говорить про то, что мне хочется видеть Mitsubishi Pajero Sport более в эргономическом плане удобным. Вот реально хочется видеть его более удобным, более удачным, более интересным. Тем более, что касается оффроуда, смотрите его, кстати, в конце ролика, будет отдельный момент, связанный с оффроудом, там все классно. Ну, ладно, пороги только не ставьте на такие машины декоративные, не нужны они тут, чтобы, опять же, чувствовать себя более уверенно. А так, педалирует машина по бездорожью на ура, на ура, и вот это, пожалуй, да, будет то самое позитивное ощущение, которое я вам сообщу. Ждем дизеля, ждем, скажем так, устранения тех недостатов экономических, надеюсь, компания ополнится после условного слияния, да, я думаю, все слышали новость, что Nissan купил часть акции у Mitsubishi. Посмотрим. Главное, чтобы Nissan не превратил настоящий внедорожник в кроссовер, как он любит делать, да, что он сделал там с Murano, с прививающимися муфтами, честно сказать, не очень. А Mitsubishi, да, это действительно, все-таки на бездорожье по-прежнему бренд, который составляет серьезную тему. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, и, конечно, пишите, что нравится, что не нравится, смотрите зарисовки с внедорожью, как раз после этих слов они будут. Пока!